Поэтому человек, чем он увлекается, кто его обслуживание, какие он предпочитает виды отдыха, он человек. Когда вы обращаетесь к нему, как руководителя корпорации, вы 505 очереди на обслуживание. Понимаете? Вы думаете, что корпорация ваш вот этот вот сухоп или как он там называется, он сухой. Им мало приходит просьб, только город от них просит на каждое мероприятие, плюс те организации, которые постоянно патронируют, которые им постоянно помогают, у них есть. Плюс, скорее всего, свой какой-то фонд. А теперь вопрос, почему они вам должны помочь? Они нам не должны. Они вам не должны. Но могут, если вы их заинтересованы. Да. Чем вы можете заинтересовать? Вы его можете сердечно замотивировать. А второе вы можете что его подпочитать? Рекламу. Рекламу или пиар. Потому что социально ориентированные предприятия, это у нас в тренде, да? То есть люди, мы не крепим. А в будущем поддержки это уже не подняться. Да. Если вы правильно отрабатываете 10 тысяч, которые они вам послали, 10 тысяч, они так и небольшие. Ну это могут не сразу по 5, или там 3 раза, 3-3 часа. Нет, я просто потому, что 10 они спокойно могут перечислить. Можно не требовать с них вот эту сумму. Это если есть юридическое лицо. А если нету юридического лица? Физическое лицо вот через эту площадку может попросить поддержать проект в виде финансирования. Можно даже без этого получить. Нет. Почему? Потому что. Ну я же могу. Вы можете все. Ну не все, да. Человек все не может. Я объясняю, что вы получите, может быть, как физическое лицо, один раз подержку, но и все. Много лица. Мы получаем здоровые помощи, сами, по сути, допустим, нам перечислены, наш конкретно, что вы ждете, мы можем перевести на счет на эту площадку. Попросите их перечислить сюда. Да, то есть, это же они. Да. Вы не можете, потому что это поднаршает. Вы не можете, потому что это поднаршает. Или, собственно, они, да, это проще, чтобы они сами перечислились. Если они спрятались, то вы их скидываете. Вы можете перечислить. Объяснять, что дальше. Мы не будем сейчас спорить, кто что умеет, о чем знать. Вы, собственно, пришли, как бы, понимая, что у вас есть проблема. Соответственно, мы начинаем все-таки думать. Я вам сейчас не хочу рецептов рассказывать, потому что я-то, конечно, знаю, что вам надо самим прочувствовать. Понимаете? То есть, когда вы обращаетесь, во-первых, он должен быть для вас физическим лицом к человеку показанным. То есть, вы к нему обращаетесь в письме, окизывая проблему физическим лицом. Или, да, проблему, я не знаю, кого-то, инвалидов, да, в данном случае, театр, проблему какую-то вы озвучиваете. Рассказывайте, то есть, коротко. Письмо должно быть вот на четвертом формате. Больше нет. Вот таких долмудов, вот таких с описаниями вашей организации, какие вам молодцы, но нам не помогают, нельзя писать. Это уходит в мусорку, потому что, собственно, ему читать некогда. На первой странице написано, мы, организация такая-то, у нас вот этот, это, просим помочь. Предлагаем варианту помощи. Нет. Вы им помогать хотите? За деньги, за глазом. Кстати, хорошая идея. Вашему вниманию наши реквизиты. Например, вы можете предложить их детям корпоративный праздник. Это наш обычный. За деньги. Да. Так и пишите. Мы предлагаем вам провести. Деньги, которые мы выручим с вашего мероприятия, пойдут для детей вот такие. Предлагаем партнерские условия. Собственно, простой вариант. Простой. А еще мы, если вы еще вот нам поможете вот этих детей профинансировать, мы готовы в Ютубе рассказать о том, какие вы клевые. И еще дети скажут, как им понравилось, чтобы сухой сделал это. А если не поможете, то в том же Ютубе мы не поможем. Мы не поможем. Да. Мы что покажем. Мы к вам обращались, а вы не дали на елку. С этим мы поможем. Нет, смех смехом, но мы делаем на ту манипуляшку. Мы не в том, не в грубом виде. Если мне отказали на 9 мая, я пишу. Обращались вот к такому количеству предприятий. Помогли вот такие. Благодарим. Т-т-т-т-т-ракота. Понятно, да? А остальные пусть ходят в стыдно. Нет, не надо держиться. Пресс потребует от вас денег. Уральщик? Да. Тоже партнер. То есть в конкретно там газете, в конкретном там радио. Упоминание брендов. Это за деньги. Я с вами спорить не буду, у вас сейчас нет. Потому что цирк тоже рекламирует, что это огромность. Получается. То есть вы поняли, да? То есть вы когда обращаетесь, у вас два варианта. Вы предлагаете сотрудничество, партнерство. Или вы его благотворитель. Как благотворитель обращаетесь к его внутренней части. Можно совместить. Следующий этап. Когда вам не просите сразу много денег. Человек должен дать деньги и убедиться, что вы выполните то, что вы хоть в конкретном день. Вы будете партнерами только тогда, когда вы, во-первых, сделали то, что обещали. Отчитались. Отчитались перед ним. Еще дали ему благодарность. Или привезли магнитик. Или там фотографию детей в рамочке. Спасибо, там, Иван Иванович. И дети расписались. Понимаете, да? Дальше он становится вашим партнером. И, скорее всего, он будет охотнее вам отдавать деньги. 15, 20, 30. Он смиряется с тем, что теперь он вас выносит. Следующий этап. Еще одно вопрос. То есть в соцсети мы обсудили. Мы должны заполнять смету. Мы должны заполнять смету. Фонд оплаты труда. Смета тоже взаимодействует. Так. Значит, в чем ошибка всех людей? Вы можете написать, что оплата руководителя проекта составляет 400 тысяч рублей. Да? Из 600. Да, я люблю себя. Да, я так себя ценю. Да, я знаю сколько. И пенсию получать. Подождите. Вы можете по какому угодно писать сумму, но она должна быть четко аргументирована. Почему этот специалист важен для этого проекта? Что без него никак просто нельзя. Почему его нужно оплатить обязательно и так далее. Понятно? Здесь указано, что нет на фамилируемого общества. У идеалии да. Но вообще в комментариях должно быть четко сформулировано, для чего мы эту статью заплазывали. Статья оборудования. Разная с бюрочка означает, что... Обязательно. Солите этой статьи вообще не... Ноль пишите. Ноль. Или нет? Ноль. А, смете ноль. Да, в сумме ноль, а в комментариях нет. В комментариях... Если у нас получается, вот там включая исчисление фото, да, то есть если бы кто-то уже бухгалтер, могу бы как и дедактор, и я у него просто получаю услуги, да, то есть там вот... Это не зарплату, это услуги. Это услуги, то есть уже не будет. Если у нее ИП, то не надо зарплату. Опять же помните, в голове, что люди, вы хотите, чтобы люди давали вам деньги, и заслали наши проекты. Люди с неохоткой поддерживают идеи обогащения кого-либо. Да, поэтому там заработная плата, как некая стабильная строка, там не факт, что люди будут поддерживать. То есть одно дело, там, предположим, нанять инженеров, там, или нанять строителей, а не публиковать помещения, это понятно, люди зарабатывают. Когда мы говорим о штатной заработной плате, да, там у людей возникает вопрос, там, а он может ничего не делать, а я ему даю саму деньги, собираю другую зарплату, неинтересно. Поэтому вот вопрос, нужен ли оплата, нужна ли оплата, там, руководителя или бухгалтера, это вопрос не только организационный, но и в том числе, скажем так, VR-вопрос, да. То есть люди поймут, сможете вы обосновать, что вот надо зарплату дать бухгалтеру, и то, чтобы он грамотно потом оформил отчет, обосновать. Сможете, понимается? Там все еще налоги нужно прибыть. Понятно. Понятно. Обманывать кого вы будете? Нет, услугами. Но за это ты что-то делаешь. Не другие, понимаете, там, одно дело, условно говоря, там, у вас сторонником выступит, там, не знаю, сосед, другое дело, там, предприниматель. Он-то в том числе сразу прогоняет через призму, через призму, а где тут нужно стырить? Я им дам деньги, а они стырят. Поясните, пожалуйста, здесь в комментариях нужно подписывать, но в должности кому это за оплата? Ну, в идеале, да. То есть, чтобы потом народ знал, кому это будет. Чем он будет в реанции? А еще и адрес, да? Обращу внимание, вы обращайтесь к физическим лицам, неважно, там, юридическим, а не к грантовому конкурсу. Это люди, человеки, которые, если что-то не понравится, сами понимаете, вы живете в этом городе. И все другого знают. И, собственно, что вы обратно получите, вы понимаете. Да ведь? Даже если ваш благотворитель будет из другого региона, все равно до него до информации донесется. О том, что вы эти деньги потратили на зарплаты и пропили в сваре борода. Завтра пришли. Пропил, свои вложил в оборудование. Оборудование. Продолжение следует...